здравствуйте дорогие друзья мы сегодня заканчиваем вторую главу перка и вот 19 20 21 мишны говорит девятнадцатая мишна рабе лезур говорит всегда постоянно находись в изучении в изучении святых писаний торы святости постоянно 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 и знай что ты будешь отвечать тому кто отрицает что есть бог то есть самому идти убеждать людей что же вы безбожники ай-яй-яй-яй-яй не надо если спросит тебя провокатор безбожник знай что ему ответить ты должен владеть пониманием базовых вещей он тебя спросят почему есть люди которые страдают почему есть болезни у праведников знай что ответить но сам не беги ему ничего объяснять выдали в наеме от амель знай кому ты служишь зачем это все зачем так молиться стараться помогать слабым бедным знай кто хозяин и знать что он тебе за все заплатит мы все на работе каждое действие поступок мысль все считается все засчитывается и записано в книгу и за все будет либо награда либо двадцатая мишна говорит рабе тарфон последний мудрец о которой мы будем сегодня говорить второй раздел перка и вот день очень короткий мало времени друзья мы должны ценить каждую секунду каждая секунда может нашу жизнь поменять поменять всю вселенную а работы много рабочие очень ленивые это про нас с вами а награда бесконечная а хозяин ждет результат надо работать мы можем весь мир изменить молитва помощь близким помочь жене помочь детям помочь ученикам соседям мы это меняем весь мир мы запускаем позитивную энергию все меняется все благодаря вам нам всем каждого из нас он говорил ты не сможешь выучить всю тору закончить всю духовную работу она бесконечная но с другой стороны ты не имеешь права от нее отказываться работа и работа и сколько сможешь много торы выучил получишь много награды и верь в то что твой хозяин тебе заплатит за все и знаешь что основная награда в будущем мире друзья надо работать и за все будет награда в этой жизни очень сложно очень сложно но потом в грядущем мире бесконечно времени бесконечно будет хорошо и все имеет значение все считается и нужно работать и служить богу